В принципе, мы можем начинать. Плюсики увидел, что все в порядке. Включаю презентацию. Семен, передаю тебе слово. Семен – это генеральный директор сервиса EatinSplit, и он подробно расскажет, что это за сервис, чем он помогает предпринимателю и как мы интегрировались с UDS. Семен, пожалуйста, передаю тебе слово. Да, я рад. Спасибо большое за вступление. В первую очередь большое спасибо, что дали возможность выступить и рассказать про нас. Сегодня мы достаточно коротко расскажем про наш продукт, как он помогает ресторанам, почему мы сейчас достаточно активно подключаем большое количество заведений к нашему сервису и, в принципе, для чего мы ресторан. Если коротко, то мы разработали некое полноценное решение для ресторана. Это дополнительный способ оплаты в ресторанах, барах и кафе, полного обслуживания, которое позволяет ресторанам экономить достаточно большое количество денег. Позже расскажу, почему. Гостям создал очень удобный и современный метод оплаты. И для ресторана, в принципе, и для сотрудников заведения упростил работу в целом. Что это из себя представляет? Это веб-сервис, это не мобильное приложение, скачивать его не надо. Мы располагаем наш QR-код либо на причеке, либо на столике заведения. Гость сканирует камеры телефона. Наш QR-код и попадает на интерактивную страницу сервиса, где у него есть возможность оплаты счета, деления счета на компанию, если гости посидели, например, вчетвером или в пятером. И также это все с возможностью оставить чаевые официанты. После презентации мы буквально за пять минут покажем, как это все работает, потому что на словах не сразу может быть понятно, что это себе представляет. Но такой современный метод оплаты мы сейчас очень активно в рестораны запускаем. Перейду к следующему слайду. В принципе, для чего мы заведению? Как я сказал, сейчас основная история, почему мы подключаем очень большое количество ресторанов. Это одна из самых низких комиссий по эквайрингу, по оплатам через наш сервис, в принципе, на рынке. То есть мы позволяем, помимо того, что мы абсолютно бесплатно предоставляем очень удобный сервис для ресторана, мы позволяем заведениям еще экономить на эквайринге. То есть мы чуть позже перейдем к коммерции. Сразу могу сказать, что рестораны с нами экономят в три-четыре раза по сравнению с классическим торговым эквайрингом. То есть помимо того, что, как я сказал, сервис ничего не стоит заведению, они еще экономят достаточно большое количество денег. С нашим методом оплаты у официантов очень сильно повышаются чаевые. Это уже, можно сказать, медицинский диагноз. Проверено на очень большом количестве заведений, к которому мы подключены. У заведений также очень сильно ускоряется оборачиваемость столов за счет такого метода оплаты, потому что весь этот процесс занимает намного меньше времени, нежели классический метод оплаты по терминалу. Для гостей современных это такой очень новый и удобный способ оплаты, который закрывает практически любую потребность гостя. Опять же, когда будем проводить демонстрацию сервиса, мы расскажем почему. И также заведением мы предоставляем очень широкую аналитику и статистику, благодаря тому, что через нас проходит очень большой процент от оборотов заведений. Давайте расскажу сразу про коммерческие условия. Если тут присутствуют рестораны уже на вебинаре, им, наверное, тоже будет интереснее всего. Я представил на слайде комиссию по эквариуму, которую мы предоставляем заведениям по оплатам через наш сервис. То есть если мы подключаем одно заведение, мы даем ресторану ставку 0,6%. Если заведений 2, то ставка по эквариуму составит 0,5%. И если это сеть из 3 и более ресторанов, мы готовы снижать комиссию до 0,4%. То есть в среднем на рынке комиссия по торговому эквариуму составляет 1,7-1,8%, а то и выше. Соответственно, рестораны, подключая нашу систему, получая очень функциональный и абсолютно бесплатный сервис, к тому же еще и колоссально экономит на комиссии по эквариуму. Именно поэтому сейчас очень активно заведения к нам подключаются, они узнают о таких условиях, понимают, что это им очень выгодно, и в принципе достаточно быстро нас подключают в свои заведения. Также хочу сказать, что мы на рынке не одни. Уже есть и устоявшиеся компании, и тоже молодые компании, как наша. Нам, например, чуть больше года, к нам уже подключено более 400 ресторанов. Мы представлены в 18 городах по всей России, вот поэтому растем достаточно активно. У нас также есть конкуренты, у них тоже по своему роду уникальный продукт, но сейчас объясню, почему мы считаем, что мы лучше. Первое, мы как молодая компания стараемся гарантированно давать ресторанам наиболее выгодные условия по эквариуму, то есть даже ниже, чем у конкурентов. Также, как я уже сказал, у нас реализован помимо оплаты счета функционал по чаевым, и мы, в свою очередь, с официантов абсолютно не берем никакую комиссию. То есть официант в нашем случае никогда не теряет, мы им даем максимально лояльные условия. Именно это позволяет официантам активно предлагать в ресторанах наш метод оплаты. Гордостью могу сказать, что у нас самый многофункциональный сервис на рынке. То есть мы закрываем любую потребность гостя. К примеру, совсем недавно мы выкатили обновление, где у нас абсолютно бесплатный ресторан может подключить электронное меню, то, что сейчас очень много заведений просят сделать, и функцию вызова официантов, чтобы через наш QR-код также можно было позвать к столику сотрудника, написать ему что-то, попросить принести и так далее. То есть наш сервис охватывает практически любую потребность гостя, который находится в ресторане. У нас очень понятный и дружелюбный интерфейс, вы в этом убедитесь, когда мы покажем, продемонстрируем работу нашего сервиса. Мы синтегрированы с большим количеством систем лояльности, но, конечно, наша основная интеграция – это с UDS, о которой мы расскажем, о которой мы очень долго готовили, к которой мы, можно сказать, гордимся. И нельзя не отметить, что мы всегда с рестораном на связи, то есть у нас работает техническая поддержка 24 часа в сутки, мы всегда помогаем, общаемся с рестораном, которые к нам подключены, отвечаем на все вопросы, которые у них возникают. Давайте перейдем дальше. В принципе, процесс подключения к нашему сервису. Все достаточно просто. Нам от заведения нужно только получить карточку предприятия, дальше мы подписываем договор. Мы интегрированы официально с Сайкой и с Р-Кипером, вот поэтому после подписания мы проводим интеграцию с кассой, которые установлены в заведении, и обучаем сотрудников, показываем, как работать с нашей системой, почему это удобно, так скажем, мотивируем их и, в принципе, запускаемся. Все достаточно просто. Есть основные вопросы, наверное, которые нам часто очень задают. Сколько вся эта история стоит? То есть все выделяется, почему это все так выгодно. Стоимость абсолютно бесплатная. То есть ресторан за подключение нашей системы не платит ни копейки. Вот. Весь функционал и все выгоды он получает абсолютно бесплатно. Как я уже сказал, это новый метод оплаты, и, естественно, сотрудник должен узнать, что счет оплатен. Так как мы синтегрированы и с Сайкой и с Р-Кипером, вся оплата, которая проходит на нашем сервисе, она моментально поступает на кассы заведения. Вот. И помимо этого у нас есть собственный телеграм-бот, куда приходят все уведомления об оплаченных счетах, чаевых и отзывах, которые оставляют гости. Если кому-то интересно про чаевые, у нас также реализован личный кабинет для каждого сотрудника, откуда они выводят свой чай абсолютно без комиссии, на любую банковскую карту, без каких-либо лимитов. То есть все максимально просто и привычно. Сам процесс подключения в ресторан занимает не более 30-40 минут, опять же, благодаря официальной интеграции с ведущими кассовыми системами. Все спрашивают, в чем наша выгода, раз мы даем такие лояльные условия. Тут все достаточно просто. На рынке устоялась тенденция частично брать какую-то комиссию с оплаты с гостя. Она в нашем случае добровольная, гость от нее может отказаться. То есть, как во других во всех основных сервисах онлайн оплат, есть такая опция добровольная оплата комиссии с данного заказа. То есть, гость от него может отказаться, и тогда никакую комиссию он не заплатит. Ресторан получает деньги, как и при классическом эквайринге, на свой расчетный счет. То есть, никакие счета открывать не нужно, банк менять также не нужно. То есть, для ресторана в работе абсолютно ничего не меняется. Деньги он за оплаченные счета получает на следующий расчетный день от нашей платежной системы, от нашего партнера, который все эти платежи проводит. И, как я уже сказал, наш QR-код, он размещается в двух форматах, либо на столике, либо на причине. Чуть позже, когда буду показывать работу нашего сервиса, я расскажу, в чем разница. Наверное, последний слайд и один из самых важных на данном вебинаре – это наша интеграция с системой лояльности UDS. Мы к ней готовились достаточно долго. И сейчас объясню, для чего она была реализована, какие плюсы она себе несет. То есть, в тех заведениях, ресторанах, где подключена система лояльности UDS и также подключена интенсплит. У гостя при оплате появляется дополнительный блок виджета оплаты. То есть, при оплате счета гостю предлагается воспользоваться системой лояльности. Чтобы это сделать, нужно просто ввести код из приложения UDS, который у каждого пользователя, кто этой системой пользуется, она есть. То есть, вводится код. Если этого кода нет, ему будет предложено ее активировать и зарегистрироваться в UDS. И далее, уже проведя авторизацию, у гостя есть возможность оплатить счет, списав либо накопив баллы. То есть, здесь, помимо того, что это очень удобно для гостя, потому что он все делает на одной страничке, и списывает, и накапливает, и оплачивает счет. Помимо этого, это очень удобно для сотрудников заведения, где установлен UDS, потому что руками официантам на кассе абсолютно ничего делать не нужно. Гости просто оплачивают счет, как обычно, только через наш QR-код. При этом еще самостоятельно имеют возможность списать и накопить баллы UDS. Поэтому я считаю, что это достаточно большой шаг вперед в целом в развитии, потому что для гостей действительно очень сильно упрощается процесс расчета. Вот. Айрат, мы, может, у вас какие-то вопросы, или мы уже перейдем сразу к демонстрации работы сервиса. Как продолжим? Да, я бы хотел сделать такой комментарий со стороны UDS. Мы рады, что такая интеграция появилась, потому что есть один важный момент. Что касается программы лояльности. Вообще задача у бизнеса, чтобы программой лояльности больше рассчитывались люди, то есть так называемый процент транзакционности. То есть проходит, например, 100 оплат. Чем больше оплат пройдет с программой лояльности, тем лучше, потому что у меня, как у предпринимателей, будет больше база, у меня будет больше аналитики, статистики, у меня теперь будет понимание, клиент пришел, гость пришел в первый раз, гость пришел в десятый раз и так далее. Но в ресторане, в отличие от других бизнесов, если возьмем, сравним ресторан по теме программы лояльности работы, если сравним, как работает ресторан и как работает магазин одежды, салон красоты, то разница довольно большая. Почему? Потому что если я оплачиваю в салоне красоты по программе лояльности, то я вот стою у администратора на стойке, и он говорит, хочешь скидку там 100 рублей? Я да, хочу, скачиваю приложение или там из телеграм-бота, показываю свой код, и он меня сразу рассчитывает. То, во-первых, клиенты идут как бы очередью определенной. В ресторане же по-другому. Сидит много столиков, и есть официант, а есть касса. И официант, и касса, они разделены расстоянием. И сейчас оплата по UDS проходит так. Я прихожу к гостю, я, например, официант, я говорю, хотите участвовать в нашей бонус-системе, сразу дадим скидку. Сразу будет скидка там 100 рублей. Гость говорит, да, хочу, скачивает приложение, показывает мне код. Я беру этот код, при этом этот код надо взять до причека. Я беру этот код, иду к кассе, айка или к кипер, вбиваю этот код, распечатываю причек и приношу его гостю. В этом причеке указано, сколько будет со списанием бонусов, сумма оплаты, сколько будет без списания. И гость должен сказать, я списываю или накапливаю. И вот здесь вы уже заметили, ну, если заметили, есть такой момент. Первое, официант забыл сказать это до причека. Ну, то есть, ну, не спросил там, не рассказал по поводу карты лояльности. Особенная проблема актуальна во время пятницы и субботы. В пятницу и суббота загрузка максимальная ресторана, это называется запара. Я сам работал в ресторанном бизнесе. Это называется запара. И официанты во время запары вообще не хотят ничего делать дополнительного. Они, хорошо, если они будут успевать обслуживать столы как надо. А уж про то, что там говорить о том, что взять код и так далее, им это добавляет определенную, ну, как бы сложность. Поэтому, когда мы вот встретились с Ситен Сплит, мы как бы сразу поняли, как нам интегрироваться. То есть, сценарий уже был в голове. И мы, как бы, вот Семену и его команде предложили о том, то, что вот эта тема, тренд самостоятельной оплаты, он сейчас растет. И вы могли заметить, как Семен отметил, что такие сервисы есть и другие. Там нет монет, запустил самостоятельную оплату. У Яндекса есть своя самостоятельная оплата. Там Таппер, по-моему, да, какой-то сервис. И мы вот сейчас именно сделали интеграцию с Ситен Сплитом, чтобы во время запары или во время того, когда официант забыл предложить программу лояльности, он в любом случае же гостю приносит причек. То есть, мы же по причеку оплачиваем, а в этом причеке будет QR-код. И официант, если он что-то забыл, он сказал, а, оплатите по QR-коду, и там сразу можете накопить и списать бонусы. Видите, в случае запары и высокой загруженности меняется, упрощается сценарий оплаты по программе лояльности. То есть, теперь гость просто сканирует, он сам оплачивает картой. Я понимаю, понятно, что еще и финансовому бизнесу это выгодно, потому что эквайринг низкий. Но для нас принципиально, как для UDS, о том, что оплата по программе лояльности, вероятность прохождения ее значительно выше, чем сейчас. Поэтому я со своей стороны, ну, как бы, там, рекомендую все рестораны и кафе, которые у нас сейчас подключены к UDS, я знаю, что здесь и партнеры наши смотрят, поэтому и своим клиентам это предложите, подключаться к Этенсплиту. Потому что, ну, первое, это упрощение оплаты, это второе, это следование тренду о том, что сегодня это растет. Вот как раньше СБП, сегодня, раньше это было каким-то диковинной историей, извините. То сегодня СБП оплатите, это совершенно нормальная история. То есть уже такая повседневная нормальная жизнь. Вот сейчас внедряется такая же история самостоятельной оплаты в ресторанах. В скором времени я, например, лично предполагаю, что это будет совершенно нормальная привычная история. То есть люди будут, может быть, вероятнее всего, самостоятельно оплачивать, чем там ждать эквайринг-терминал, пока его официант принесет за стол, и мы будем оплачивать картой. Куда проще взять, при чек сосканировал, оплатил, все ушел. Да, тем более, рад, я добавлю, в чем наша фишка основная. То есть мы даем, вы правильно сказали про коммерцию, то есть это большой плюс для бизнеса. В нашем случае гость может помимо СБП оплатить также вводом номера карты. То есть есть определенный процент гостей, которые следят за кэшбэками, копят их, и для них принципиальный момент из-за этого не платить по системе быстрых платежей. Вот мы же в свою очередь даем гостю выбор заплатить либо СБП, либо таким методом оплаты, но при этом ресторану даем все равно единую ставку ниже даже, чем по тому же СБП. Вот это такая основная наша тоже привилегия для гостей. То есть каждый выбирает свой метод оплаты, который удобен, а бизнес все равно получит выгодные условия. Подскажи, пожалуйста, я-то знаю, но хотел бы, чтобы ты это озвучил. У одного ресторана был вопрос. А уведомления приходят официанту о том, что столик оплачен. Ну, потому что официант там бегает по другим столам. И я вот когда ресторану рассказывал об этом, я говорю, подключи и ты сплит. Вообще жизнь краше станет. Он говорит, да, ну слушай, я с подобным сервисом работал, и там в другом сервисе была проблема, что как бы официант не в курсе, оплачен счет. То есть гость просто встает и уходит на улицу. И официант такой, что происходит, оплатил, не оплатил, непонятно. То в вашем случае есть уведомления, да? Да, помимо, вот как я говорил, два метода, то есть мы синтегрированы с двумя основными кассами, это Айка и Эркипер, но это компания, которая там 90% ресторанов отслуживает. Вот, и соответственно после оплаты через IT&Split столик на кассе закрывается автоматически и выезжает в фискальный чек. Вот, то есть в принципе руками сотруднику вообще ничего делать не нужно. То есть гости оплатили, столик закрылся, официант кто-то увидел или менеджер-администратор. Но есть также истории, когда рестораны, например, большие, им не всегда удобно контролировать оплаты стоя указ, то есть они постоянно там бегают по залу. Для таких случаев мы разработали Telegram-бот, который каждый сотрудник через наш личный кабинет себе устанавливает и получает уведомления прямо туда моментально о том, что счет оплачен, о том, какой отзыв оставили гости, какую поставили оценку и так далее. И также, естественно, сколько оставили чаевых сотрудников, вот что немаловажно. То есть все уведомления, вопрос контроля оплат, он полностью решен. Сотрудник сам выбирает, как ему удобнее, на кассе либо на телефоне. И по поводу ускорения и упрощения расчета, помимо предчека мы даем возможность ресторанам разместить наш QR-код на столике. Это может быть в формате наклейки, тейбл-тента, как угодно. Мы все изготавливаем самостоятельно. У нас очень много вариантов. То есть любое заведение под любой формат подберет себе носитель. В чем фишка? В таком случае для расчета, в принципе, не нужен никакой причек и не нужен официант. То есть гость может самостоятельно отсканировать QR-код на причеке. Там будет весь его заказ, конечная сумма, если была скидка, то со скидкой. И он ее оплачивает. То есть, в принципе, даже можно без вивания чека рассчитывать гостей. Это тоже удобно в условиях пятницы, субботы за парой или там бизнес-ланча. Официант просто предлагает гостям отсканировать QR на столе и дальше идет по своим делам. То есть даже не бежит кассе печатать причек. Такой формат, он тоже реализован. Заведение само выбирает, как ему комфортнее работать. То есть качество обслуживания, если важнее, то ресторан выбирает на причейке размещать, там, где важна скорость и оборачиваемый столик, ресторан размещает наш QR на столбике. Все. Сейчас такой конечный вопрос перед демонстрацией. Как сейчас EatinSplit подключить? Надо просто зайти на сайт EatinSplit, да, проговори, пожалуйста, какой сейчас у нас путь. Вот, например, предприниматель хочет подключить EatinSplit вместе с UDS, то есть, чтобы было с интеграцией. То у нас какой сейчас такой некий путь. Айрат, а мы будем презентацию выкладывать? У нас вот есть обновленная версия с нашими контактами и с помечаниями. Да, будем выкладывать без проблем. Да, то есть там в презентации, которую мы выложим, будут наши контакты. И просьба будет указывать, что вы пришли от UDS. Вот, соответственно, можно будет писать, либо звонить по контактному телефону, либо писать на WhatsApp. Вот, и все заявки будем обрабатывать. Единственная просьба указывать, что вы пришли после вебинара UDS. Это все в презентации будет, просто мы не вывесили это здесь, на этом слайде. То есть, в принципе, путь такой. Я помню, с тобой тоже это проговаривали. Первое. Вам нужно подключить сервис EatinSplit. Для этого заходите на сайт EatinSplit, там есть кнопка подключиться, там оставить заявку, и менеджеры, коллеги свяжутся с вами, коллеги, свяжутся, и вы в этих переговорах скажете, что у вас еще есть UDS, и вам надо настроить интеграцию. Да, но это один из вариантов. Но для всех, кто участвует в вебинаре, также будет возможность оставить заявку напрямую на тот телефон, который мы укажем в презентации. Вот, Айрат, я вам уже отправил новую версию. Окей. Когда мы в Телеграме сейчас на официальном канале будем размещать запись вебинара, мы там также прикрепим. Да, приложите новую версию. Спасибо. Ну все, тогда демонстрация. Да, давайте покажем. Все-таки на словах много чего было сказано. Давайте покажем, как все это работает. Мы открыли сервис двух устройств. Как будто два гостя отсканировали наш QR-код. То есть у нас две странички. Первое, что видят гости, это просто три кнопочки, оплата, деление на компанию и чаевые официанты. Если ресторан подключает дополнительные опции, как онлайн-меню и вызов официанта, здесь соответствующие позиции отмечаются. То есть наш QR, он некое комплексное решение. Через него гости могут и меню посмотреть, и прочитать описание, громовки. И даже если заведение согласилось такую опцию подключить, вызвать официанта. Но на чем мы заостряем внимание, это на возможности оплаты и деления счета. Соответственно, если гость платит счет один, то нажимает оплатить счет целиком. Здесь отображается сумма заказа. Можно посмотреть все позиции, которые были в чеке, чтобы ничего лишнего тут случайно не было. Или наоборот, что-то не забыли добавить. И самая наша большая фишка, что у гостя при оплате уже заранее предвыбраны чаевые официанты. То есть для гостя это транзакция и счета, и чаевых в один клик, одна. Далее уже наш сервис сам распределяет сумму за счет на расчетный счет ресторана, сумму за чай, соответственно, в личный кабинет сотрудника. Также есть заведения, где несколько юрлистов, например, два или три, отдельно на кухню, отдельно на еще что-то. Все реализовано. То есть для гостей это все равно оплата в один клик, а мы уже распределяем по нужным юридическим лицам на нужные расчетные счета деньги. То есть это мега упрощает работу сотрудникам. То есть им не нужно таскать два-три терминала, чтобы рассчитать компанию гостей. А гости это все оплачивают просто в одну кнопку и счеты чаевые. Вот эта история, она очень сильно повышает конверсию на чай, потому что у гостя, по сути, все на одной странице, ему не надо никаких дополнительных действий делать. Он может, конечно, выбрать процент поменьше, может в целом отказаться от чаевых, но это делают очень редко. То есть у нас 90-95% гостей, которые через нас оплачивают, они оставляют чай. Именно поэтому сотрудники замотивированы предлагать наш метод оплаты в ресторане, потому что они практически гарантированно получат чаевые. Вот. Давайте я расскажу про отделение счета, потому что это тоже достаточно актуальная история, когда сейчас приходит компания гостей в ресторан, и каждый хочет заплатить сам за себя, это абсолютно нормально и популярно. В таком случае гости попадут на страничку счета, где каждая позиция, она кабельная. То есть тут уже все блюда и напитки, их можно выбрать индивидуально. И когда один гость что-то выбирает на одном устройстве, гость справа, например, он сразу видит, что кем-то эти позиции выбраны. То есть происходит онлайн-синхронизация на всех смартфонах, и все гости видят, что выбирают другие за столом. Это очень удобно, это минимизирует путаницу и создает возможность гостям разделить ту же самую позицию, например, на несколько человек. Если ее брали в стол, так вот бутылку вина часто берут на несколько человек. Один человек ее выбрал, второй гость на нее тоже нажмет, и система предложит разделить ее пополам. Если я ее тоже пил, я нажимаю подтвердить, и мы с товарищем разделили эту бутылку пополам. То есть не нужно абсолютно ничего считать. Вообще весь этот процесс деления счета, он настолько простой, и все это сделано, естественно, для того, чтобы сократить и ускорить процесс расчета гостей, потому что официанту не нужно к каждому подходить с терминалом, спрашивать с кого сколько списать, гостям не нужно ничего считать, какую сумму с кого списать и так далее. То есть все максимально интуитивно, тут нужно сделать всего кликов, и ни официанту, ни гостям тратить время на эту дележку не нужно. То есть это одна из основных опций, которой пользуются процентов 30 счетов, которые в целом через нас оплачиваются. То есть чем больше гостей узнают, что есть такой удобный метод деления заказа, тем больше гостей ей пользуются. Узнают о ней, и она сейчас очень популярна. Также перед оплатой у гостя есть возможность оставить чаевые, они тоже заранее выбраны, но здесь уже процент ставятся не от всего чека, а только от твоей части счета. То есть каждый гость оставляет процент от своей части заказа. Получается, что чаевые справедливо на компанию распределяются. Их уже оставляет там не один чек, как обычно, а все, кто участвует в чеке. По итогу у официанта чаевых в среднем больше на 30-40% по миссу. Вот. Это в заведениях, где активно пользуются нашим сервисом. Можно также ввести сумму вручную, если ты хочешь там большие чаевые, оставительные наборы поменьше. Вот. И все. Дальше переходишь к оплате счета и чаевых. Приходим к самому главному. Это к возможности вашей системы лояльности UDS. Вот. Как выглядит виджет оплаты? Можно оставить, можно выбрать либо СВП, либо вот номер карты. Понятное дело, если есть скидка в заказе, то можно, то, естественно, скидка будет учтена. Ну и если установлен UDS, система предлагает ввести код из UDS. Давай я тебе продиктую код. Ну, у нас, в принципе, есть скидка. А, уже есть? Ну, все. Вот. Это если у гостя установлен UDS. Если нет, то он просто нажимает «Перейти в приложение UDS». И, соответственно, его уже перекидывает. Все. Мы ввели нашу карту. У нас доступно к списанию 497 бонусов. По умолчанию стоит на списании. А вот, но можно нажать, и тогда баллы просто накопятся. Вот. То есть, гость сам выбирает, либо списать, либо накопить. Это очень удобно. Вот. Ну и дальше уже происходит процесс оплаты. Вот. То есть, мы оплачиваем либо СВП, либо вводу номера карты. И, естественно, если какие-то позиции я начал оплачивать, у второго гостя они уже заблокируются. То есть, их уже оплатить нельзя. Вот. Часть счета оплатили. Они у второго гостя отображаются оплаченными. Заплатим вторую часть счета без UDS, например. Вот. И все. Все. Счет полностью оплачен. Видно, кто сколько заплатил. Можно оставить отзыв. Вот. Любую оценку. Кстати, самое интересное, что у нас реализована система Smart Review. Она позволяет отправлять ресторанам только положительные отзывы на сторонние площадки, такие как Яндекс.Карты, Гугл.Карты и Тугиз. То есть, плохие отзывы, они будут уходить только в личный кабинет сотруднику. И они уже, рестораны уже обрабатывают эти отзывы как им угодно. Вот. А если оценка максимально хорошая, то этот отзыв еще рестораны могут отправлять на Яндекс, Тугиз и Гугл.Карты. Таким образом, повышать рейтинг своих заведений в ресторанах на этих площадках. Вот. Все. Гости оплатили. Как вы спрашивали, официант все увидит, естественно, на кассе и в Телеграм-боте. То есть, моментально все уведомления отображаются и там, и там. Вот. Это, в принципе, выглядит вот так. Мне кажется, все очень доступно. Будем рады на какие-то вопросы. Я рад, что вы хотите что-то добавить. Да нет. Вообще, отличная демонстрация. Все четко, понятно. При этом круто, что ты демонстрацию сделал даже с раздельными счетами. Ну, то есть, не с раздельными счетами, а когда гости делят счет между собой. Потому что, соглашусь с тобой, довольно популярная тема, когда сидите с компанией и, соответственно, делитесь счет. Дорогие друзья. Да, идут уже гости. И тут же гости, я добавлю, очень удобно, что каждый гость сам выберет, как воспользоваться системой лояльности. То есть, кто-то спишет, кто-то накопит, кто-то вообще не использует, только зарегистрируется. То есть, это очень удобно и сотруднику вообще ничего руками делать не можно. При этом, смотри, какой интересный момент. Я почему-то его пропустил до этого, не рассказал. О том, что сейчас в UDS как работает. Официанты приходят, сидит компания и один из людей говорит, а у нас есть UDS. УDS. Понятно, что люди разные, и пройти UDS может только один, потому что официант не хочет в ICO делить счет. И понятно, официант в качестве отговорки говорит, у нас так это не работает, и так далее. Мы не делим счета. Типа, вы можете показать только один код. Но в случае итенсплита расширяется функционал, и в этом случае, например, сидит 4 человека, у каждого из них UDS. При оплате через итенсплит каждый может себе накопить свои бонусы или потратить свои бонусы. То есть, это такое расширение функционала по оплате с UDS. Тоже такой классный момент, кстати. Дорогие друзья, переходим к блоку «Вопросы». Напишите, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, будем отвечать вместе с Семеном. Больше, я думаю, Семен будет отвечать. Потому что вебинар посвящен, конечно же, итенсплит. Так, мне перейти во вкладку «Вопросы», правильно, Ред? А я все уже нажал, перешел. Сейчас мы просто вместе с тобой будем читать чат, если вопросы есть. Там можно переключаться с чата на вопросы. То есть, там люди уже задают достаточно много. Так, а такой сервис… Возможно ли такой сервис для салонов? Как я уже сказал, тут все завязано на интеграции с кассой. То есть, естественно, мы в будущем планируем выходить на новые сегменты. Пока в таких заведениях, как салоны красоты, барбершопы, заведения фастфуд формата, мы подключаем систему чаевых. Если заведение это хочет. К сожалению, пока именно оплата счета и чаевых не в ресторанах полного обслуживания не работает. Потому что нужна дополнительная интеграция со всеми кассами, которые установлены в данных заведениях. То есть, пока что мы работаем в формате ресторанов полного цикла обслуживания. Михаил спрашивает, как сотрудник увидит, что оплата прошла. Еще раз повторюсь. Спасибо за вопрос. Вся информация об оплате, она моментально поступает на кассу. Интеграция у нас с Айка и Эркипер. Это наиболее популярные кассовые системы в ресторанах сейчас. Соответственно, после того, как гость оплатил, моментально столик закрывается на одной из этих касс. Выезжает фискальный чек, то есть, все уведомления идут туда. И моментально в Telegram-бот либо официанту, либо администратору, либо всем сразу приходит моментальное уведомление, где отображена сумма оплаты и статус. То есть, оплачен полностью или оплачен частично. То есть, это очень правильно, что люди задают такой вопрос, потому что контроль этих оплат очень важен, чтобы не было столиков, которые просто уходили. Вот. Благодаря вот таким двум методам контроля рестораны привыкают к нему за один-два дня работы активно. Вот. И, естественно, это только упрощает им вот эти процессы. Вот. Надеюсь, корректно ответил. Так. Айрат, возможно, вы мне здесь поможете, потому что я не так в этом силен. Да, отвечу. Гость самостоятельно может списать только баллы накопленные или баллы по сертификату тоже. По сертификату тоже. По сертификату такой же код, как и код клиента, поэтому вместо кода клиента в окне Itensplit он вводит код сертификата. И, соответственно, тоже будет отображаться бонусы сертификата, и он может его списать, использовать его. Идем дальше. Так, Елена спрашивает, что была в заведении, где можно было сделать доп.заказ без официанта. Возможно ли такое сделать? Елена, спасибо большое за вопрос. Смотрите, мы сейчас разрабатываем систему заказа и оплаты прямо со странички Itensplit. У нас это в разработке в этом году. Так как мы начинали с заведения формата полного обслуживания, с официантами, и, в принципе, не буду кривить душой, мы начинали с премиум сегмента по одной из причин. Там этот функционал был неактуален. То есть ресторанам сейчас, особенно в Москве, очень важен контакт официанта с гостем. То есть они считают, что официант – это основная продающая сила. Какой процесс заказа блюд и напитков переносить на какой-то веб-сервис, рестораны отказывались. Но сейчас мы сделали такое первоначальное решение. Это электронное меню с возможностью вызова официанта. То есть в этом электронном меню гость может самостоятельно посмотреть позиции, выбрать, что он хочет, и, например, написать в чат официанту, чтобы он это принес. И, по сути, гость дозакажет то, что он хочет. А официант уже прочитает это уведомление и пробьет заказ. То есть, по сути, решение есть, просто нет пока что решения моментального заказа и оплаты. Это больше будет для формата фастфуда, стендапа и так далее. Но в ресторанах, да, есть такое решение. Гость посмотрел меню, выбрал, что он хочет, и написал в чат администратору или официанту, что ему нужно принести то или иное блюдо или напиток. Поэтому, по сути, решение есть. Его можно использовать полноценно. Кстати, все рестораны сейчас очень активно эту историю подключают, и электронное меню, потому что нет затрат на бумагу никакой. В принципе, удобно, когда QR на столе, гость всегда может отсканировать в любой момент. Официанты постоянно забирают меню, чтобы отнести к кому-то другому, а гости часто хотят что-то заказать, посмотреть. В таком случае меню очень сильную роль играет. И более того, сейчас очень важно для гостя визуализировать то, что он заказывает. То есть сейчас тренд какой-то, что всем очень важно посмотреть, потому что сейчас, тем более, в ресторанах у многих названия таких блюд, такие, которые непонятно, что из себя представляют, если нет описания. И гостям очень важно посмотреть, а некоторые сидят за здоровьем, за здоровым питанием. То есть можно также посмотреть граммовки и другие характеристики, которые ресторан добавит. Поэтому, в принципе, этот функционал очень популярен сейчас. Следующий вопрос мой. Оценка ставится только в вашей системе или сразу в вашей системе имеется вид и сплит или сразу отобразится оценка и в UDS. По оценкам мы интеграцию не проводили, у нас была здесь именно задача упрощения оплаты. Поэтому оценку, если человек оставляет оценку за обслуживание и тен сплит, то это будет видно в личном кабинете и тен сплит. Если он также оставляет оценку в UDS, то и будет оценка отображаться в UDS. Это хорошо. Это хорошо, что есть несколько окон оставить оценку за обслуживание. Потому что если он забыл в UDS поставить, он поставит в UDS сплите. Если забыл поставить в UDS сплите, то по пушевдомлению из UDS он оставит в UDS. И тогда вероятность того, что вы будете знать, человек доволен или нет, она увеличивается. О, следующий вопрос тоже по UDS. Оксана Жданова. В этом случае как заставить официанта проговаривать про UDS? В этом случае официант может сказать, например, он забыл сразу сказать про UDS. И тогда уже официант принес причек. И в этом случае официант может сказать, а вы можете накопить и списать бонусы, то есть у вас сразу будет скидка, если проведете оплату по QR-коду. В этом причеке будет QR-код. Там будет написано оплати через итен сплит и так далее. И человек сканирует этот QR-код, и там вот, как показано было в демонстрации, он накопит бонусы или спишет бонусы. Спасибо большое. Следующий твой, наверное. Да, я просто не совсем понимаю, что значит обстачи постоянной подточностью. Да, вот извините, пожалуйста, Илья, что значит подточностью? Я думал, я чего-то не знаю. Я думаю, Семен, наверное, в курсе, что такое постоянный подточность. А, для общепита, с раздачей, с постоянной. Я так понял, это, знаешь, что это такое? Это этот. Когда оплата происходит на кассе? Да, 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 да. Это это, блин, забыл слово, ну, на подносах. Да, мы опять же готовим решение для такого формата, но пока что оно в таком виде, как оно есть сейчас, оно не очень удобно для сотрудников. То есть, в принципе, гостю нету какой-то надобности сканировать какой-то QR-код, который там стоит у кассы, чтобы оплатить. То есть, все-таки это пока что больше для формата полного обслуживания, где работают официанты, где они обслуживают столики. То есть, пока что, к сожалению, фастфуд не совсем подходит для нашего формата. Но мы уже готовим решение, там, рад, если будем еще совместные проводить, я думаю, в скором времени расскажем, что мы будем предлагать в фастфуд. Вот, это такой тоже очень большой шажок вперед. Вот, мы уже очень долго разработку ведем. Вот, надеемся, вместе анонсируем. Просто с фастфудом такой задачи не стояло, потому что там оплата, вот человек подходит к кассе, то же самое, как в магазине одежды или в салоне красоты, человек человеку, я сразу показываю код, он сразу его вбивает в кассу, и все происходит. А вот с ресторанами такая определенная, ну, поле она существовала, и вот с это сплитом, к счастью, мы ее решили. О, здесь следующий вопрос. Для партнеров UDS. При презентации можем ли мы приглашать экспертов и танцплит? Я думаю, что, наверное, приглашать можно, ну, как бы, не в шутку, да, а как бы звонить офису. Ну, то есть. При презентации какого-то клиента потенциального, правильно? Ну, да. Да, конечно. То есть мы это, я думаю, после презентации проговорим, как все правильно сделать. Конечно, можно будет приглашать, потому что мы сможем ответить на любые вопросы клиента потенциального. Естественно, кто-то из наших сотрудников сможет подключиться, помочь, пообщаться, ответить на вопросы без проблем. Мы даже будем очень рады этому. В случае переговоров в Zoom, да? То есть, например, в Zoom ваш специалист подключается, и там говорится тема о UDS, и в том числе говорится о сервисе. Да, да, вообще без проблем. Получается такое комплексное решение вопроса по оплате по программе лояльности, по чаевым, ну и, понятно, по сервису UDS. Да, мы были бы очень рады такому формату. Так, Михаил, если у клиента не скачено приложение UDS, тут все как всегда. В этом случае либо человек скачивает приложение UDS, либо он включает себе Telegram-бот по программе лояльности, либо он себе получает балет-карту. Но в зависимости от того, какая программа по лояльности стоит у предпринимателя, поэтому надо ввести код клиента для того, чтобы идентифицировать клиента и получить его бонусный счет. Поэтому тут либо скачай, либо Telegram, либо балет. Да, все верно. Хватит такой же вопрос. Да, ну, повторим. Если не скачен, то может установить прямо со странички нашего сервиса. Это любым удобным способом. Да, ссылка есть на скачивание. Не нужно ли менять ресторан Nike? Нет, Nike это система автоматизации. Мы, наоборот, с ними официально интегрированы. То есть, если у ресторана установлен Nike, мы очень легко подключаем нашу систему в этот ресторан, и они работают вместе. То есть, при оплате через нас мы получаем всю информацию о заказе из Nike и в Nike передаем после того, как счет уже оплачен, информацию о том, что он закрыт. То есть, оплата вносится нами на iKo автоматически. И столик iKo закрывает тоже автоматически. Руками сотруднику вообще ничего делать не нужно. Тут я скажу другими словами. В этом вопросе то же самое, как с UDS. UDS же не учетная система, как iKo AirKeeper. Поэтому мы интегрируемся с iKo. И Tensplit – это тоже не учетная система для ресторанов. Это сервис по самостоятельной оплате и получению чаевых. Поэтому интеграция происходит iKo. То есть, iKo никуда не надо менять. Все нормально с iKo, и мы с ней интегрируемся. В целом, при подключении нашего сервиса никаких телодвижений ресторану делать не нужно. То есть, не открывать никакие счета в других банках, не менять счета, не устанавливать что-то дополнительное. Все делается очень безболезненно и очень быстро. То есть, ресторану вообще никаких телодвижений совершать не нужно. Внутри Tensplit можно накопить бонусы по номеру телефона. Мы обсуждали это вместе с командой Tensplit. Пока решили так не делать, потому что важный здесь момент. Хорошо, когда у человека есть мобильное приложение или, например, Telegram-бот. То есть, программа лояльности не просто по номеру телефона, а в виде какого-то приложения или Telegram-бота, чтобы с клиентом коммуницировать, отправлять ему уведомления, пуш-уведомления или отправлять в Telegram сообщения. Поэтому мы не делали по номеру телефона, чтобы у человека была мотивация скачать приложение или вступить в Telegram, чтобы он вводил код, чтобы у вас, как у предпринимателя, была точка контакта с клиентом и были данные клиента, день рождения, мужчина или женщина, пол и более расширенная статистика. Поэтому пока по номеру телефона не хотим делать, чтобы вот такая мотивация у клиентов оставалась. Потому что по номеру телефона это решение, вот, например, почему такие оплаты есть? В основном они для тех, у которых, например, возраст клиентов, так говорится, бабушки, например, аптеки говорят, а бабушкам как быть? Понятно, что там программа лояльности существует и по номеру телефона. Но если человек ходит в рестораны и он оплачивает буты и сплит, то есть он уже, можно сказать, нормально владеет смартфоном, то скачать приложение UDS или вступить в Telegram-бот, или получить валет-карту, я думаю, у него не составит труда. Поэтому давайте пока оставим работу по коду, посмотрим, как это все… Ну, мы уже видим, как это работает положительно. Давайте оставим так, чтобы у человека была мотивация на скачивание приложения или получение Telegram, потому что это нужно вам как предпринимателям для маркетинга, для получения данных, для коммуникаций и так далее. Супер, спасибо. Так, подключение к ресторанам бесплатно. Да, абсолютно бесплатно. Ресторан ничего не платит. Все. Я бы, я бы, я по-другому сказал бы, монетизация сервиса Intensplit, Intensplit зарабатывает на комиссиях оплаты. Да, поэтому вот это ваш интерес. Поэтому брать там, не работает не по абонентской плате, а работает по комиссиям за оплату. Это был последний вопрос. Какая комиссия… Так, раз, секундочку, я зашел еще в чат. Тут спросила Наталья, как с нами связаться. Вы же выложите презентацию, где будут наши контакты. Вот я вам прислал версию последнюю. По ней ребята смогут, наверное, связываться. Ну и также по нашему сайту. Там можно оставить заявку. Я его даже сейчас в чат напишу, на всякий случай продублирую. Хорошо. Здесь Михаил задал, какая комиссия. Можете, пожалуйста, Михаил посмотреть в записи. Мы ее выложим в телеграм-канале UDS Business, в социальном канале. Там вот как раз про комиссию был отдельный слайд. Будет презентация с совместным функционалом. Сабир, презентация уже была. Тоже в записи можно будет посмотреть. Семен показал крутую демонстрацию. Вообще все понятно, как это все работает. А Сабира, я знаю, что у тебя есть общепит. Ну, это наш известный партнер. Поэтому Сабир рекомендует тебе подключиться к Itensplit. Заходи на сайт, оставляй там заявку. Говори, что ты с UDS. И, соответственно, подключайся. И будешь все сам смотреть, тестировать и с гостями запускать. Так, можно ли записать короткий ролик? Я думаю, да, сделаем какой-нибудь. У нас есть такой ролик. А есть у вас? О, тогда пришли, пожалуйста, Reels нам, мне, в Литву. Настолько короткого нет. Ну, какой-то Reels, короткий ролик. Мы что-нибудь придумаем, да. Тут еще вопрос. Я не знаю, можно ли гостя не вводить каждый раз код скидки из UDS, а привязать как-то браузер в телефоне к профилю UDS? Ну, мы обсуждаем пока эту тему. Помнишь, я тоже тебе скидывал. Можно ли запомнить токен клиента, чтобы ему, например, для списания, надо всегда вводить код. Это понятно для списания. А вот для накопления, ну, там, технически по UID-у пробрасывать, если запрос, то можно, в принципе, обсудим. Обсудим. Пока у нас сделано по вводу кода. В дальнейшем же понятно, что мы интеграцию будем улучшать по мере ее внедрения. То есть, чем больше предприниматели будут пользоваться этой интеграцией, тем больше мы будем вместе с Семеном понимать о том, что это востребовано, люди этим пользуются, предприниматели это подключают, и в этом случае проект будет развиваться. В этом случае мы уже будем думать, как еще можно улучшить текущий процесс. Окей? Окей. Айрат, у меня предложили, я бы сейчас открыл… Отключайте, как будто окей. Хорошо. Я бы сейчас быстренько показал наш слайд, где там наш QR-код, наш сайт и контакты, по которым можно обращаться просто… Да, давай. Ребятам, которые… Сейчас в чате было удобнее. Сейчас я буквально секундочку все сделаю. Пока, может, там еще какие-то вопросы в чате были? Да, я пока помониторю вопросы. Пока ты подключаешься. Так, здесь был вопрос по комиссиям. Я вот здесь перелистнул сам. Да, можно сказать по комиссиям. Вот, Михаил, комиссии здесь были названы. Да, по комиссиям это… Сейчас можно еще раз говорить. То есть одно заведение, если подключается, то мы даем эквайринг 0,6. Если два заведения, то 0,5. И сеть трех и более заведений 0,4. То есть это не доп-эквайринг для ресторана. Наоборот, это эквайринг, который проходит только по оплатам через наш сервис. То есть ресторану намного выгоднее проводить платежи через нас, нежели через торговый эквайринг, через терминалы, который менее удобный для гостей и так далее. Поэтому я бы сейчас… Я надеюсь, что я ответил на мой вопрос. Ну, по-другому говоря, если человек оплатил через сервис и тэнсплит, уже не надо официанту идти с терминалом для оплаты. Все, уже оплата прошла с эквайрингом 0,6, а по терминалу… Если оплата по терминалу, то там эквайринг… Ну, там свой эквайринг, да, все верно. Там 1,7. То есть есть и коммерческий прагматичный интерес. Так, я тогда запущу демонстрацию быстренько, чтобы там ребята спрашивал. Последний слайд увидели. Так, пока не показывает. А, вот, сейчас грузится. А, вот, все есть, все видно. Все контакты. Опять же, просьба указать, что при обращении вы после вебинара UDS узнали о нас, чтобы мы тоже понимали, как много ребят от вас приходит. Вот, есть QR-код, его можно отсканировать, он поведет на наш сайт, там можно оставить заявку, как угодно. Вот, либо напрямую нам нашу почту, либо телефон, можно звонить, либо писать на WhatsApp. Я эти все уже заявки буду отправлять специалистам. Да, я еще, пожалуйста, не забывайте упомянуть, что вы пришли с UDS, чтобы ребята и Семен не думали, что от нас никто не приходит. Вот такой важный такой момент. В принципе, на этом все. Большое спасибо тебе, Семен. Классная интеграция, классный сервис. Я думаю, что у нас будет все это расти, получаться и будем добавлять новые крутые вещи к этой интеграции. Тебе спасибо большое. Нашим участникам тоже огромное спасибо, что были именно в онлайне и задавали нам вопросы. Да, спасибо большое. Было очень интересно, было очень приятно пообщаться. Очень рада. Всем пока. Спасибо, до свидания.